В предыдущем ролике, друзья, я уже рассказывал вам о особенностях питания в период межсезонья. Так радостно на душе весна идёт. Но чтобы она принесла только вдохновение, а не обострила хронические болезни, я сегодня более широко постараюсь ответить на вопрос, что категорически нельзя делать ранней весной. За зиму в нашем теле поднакопилось достаточно слизи. И вот ранней весной, когда в организме, как и в природе, начинает доминировать стихия ветра, эта слизь начинает разгоняться. Вот как у растений запускается интенсивное сокодвижение, так в нашем теле начинается естественная интенсивная чистка лимфатической и других систем. Потому все наши каналы должны быть максимально расслаблены и раскрыты. Если же они будут зажаты, закупорены, мы запечатываем слизь и ветер в своём организме, что в свою очередь приводит к колоссальнейшим проблемам, вплоть до паралича, инсультов и инфарктов. Так вот, самое-самое по степени вредности для организма ранней весной – это стоять на холодном ветру. Потому если ваш муж – любитель с непокрытой головой выскочить покурить, а курение очень стимулирует стихию ветра, постарайтесь найти ему всё же альтернативное занятие. Но этой альтернативой ни в коем случае не должен быть другой стимулятор – ночные клубы, крепкий кофе на ночь. Ранней весной не то что энергетиками, а даже крепким чаем нельзя злоупотреблять. Исключается абсолютно всё, что может вызвать дисбаланс в теле. Даже на яркое солнце долго смотреть нельзя. Оживает вся природа. И мы должны тоже начинать двигаться для того, чтобы помочь выходу слизи из организма, но без резких движений. Потому лучше всего заняться йогой, цигунь, пилатесом. Если же у нас с ручьями потекло из носа, то надо поблагодарить тело за то, что оно выбрасывает всё лишнее, а не бежать в аптеку и покупать капли, которые суживают сосуды. Тем самым мы закупориваем процесс и превращаем банальный насморк в гайморит, либо он вообще опускается ниже, в бронхи. А теперь о питании. Прежде всего, ранней весной говорим «нет» всем холодным продуктам. Даже полезные овощи в сыром виде считаются холодными. Потому в этот период их обязательно следует либо тушить, либо запихать на гриле. Помимо холодных продуктов, исключаем и всё сухое. Попкорн, снеки, чипсы, сухарики нельзя категорически. Дело в том, что сухая пища обладает стягивающим действием. Все мы знаем, что питание в сухомятку – это прямой путь к хроническим запорам. Также весной очень вредно есть продукты с интенсивным вяжущим и горьким вкусами. Они обладают холодными и стягивающими качествами. Избыток горького слишком сушит, приводит к истощению, головокружениям, может вызвать расфокусировку внимания. Вяжущий стягивает сосуды, способствует излишнему газообразованию, спазмам, судорогам и вообще сильно большую нагрузку на сердце он даёт. Потому любимой бабушке после инсульта в больницу не стоит нести хорму либо тёрпкая авокадо. Во всех бобовых вяжущий вкус тоже является преобладающим. Весна – это период всевозможных простуд. И вот представьте ситуацию. Принимаете вы муколитик, то есть отхаркивающий. Препарат усиливает секрецию в бронхах, начинает гнать мокроту, а вы в это время налегаете на вяжущие, тёрпкие, горькие продукты. Тем самым всё спазмируете, стягиваете, запечатываете вот эту всю слизь, которую сами же сдвинули с места. И ваши лёгкие просто задыхаются. Какие же вкусы должны в обязательном порядке присутствовать в весенних блюдах? На первом месте – кислый вкус. Именно кислая стимулирует печень, которая отвечает за тотальную детоксикацию в весенний период. Этот вкус активно разжижает слизь, потому он должен доминировать в весеннем рационе. Потому весной следует пить не чёрный и зелёный чай, обладающий тёрпким вкусом, а чай каркаде – из гибискуса, либо от варшиповника. А вот травяными чаями злоупотреблять не стоит, так как они все имеют, как правило, горькие и вяжущие вкусы. Вся листовая зелень тоже горькая, потому слишком нажимать на зеленушку до мая месяца тоже не рекомендуется. И вообще зима и ранняя весна – это не время для экспериментов с сыроедением. Продукты должны быть хорошо приготовлены и пищу надо кушать только в тёплом виде. И обязательно запасаемся натуральным яблочным уксусом. Не зря в некоторых кухнях мира, когда варят бобовое, то в самом конце варки добавляют уксус, тем самым нивелируя вяжущий вред бобовых. Прям заливаться уксусом не стоит, так как умеренная кислинка стимулирует секрецию слюноотделения, а чрезмерно кислый, наоборот, вызывает сжатие. Потому кислый вкус мы обязательно дополняем на втором месте сладким и на третьем месте солёным и острым вкусами. Оптимальнейшим вариантом выступает маринованная морская капуста. Она совмещает все эти вкусы. Сладкий и солёный действуют как спазмолитики – расслабляют, питают тело, а жгучий разгоняет слизь и чистит кровь. Только, друзья, речь идёт не о тортиках. Сладким вкусом обладают многие зерновые, говядина и даже рыба. А мясо курицы, к примеру, на Востоке относят к кислому вкусу, потому весной очень хорошо вводить рацион к курятину. Хорошим вариантом будет пшеничная каша в тёплом виде. Крупу перед варкой обязательно надо слегка поджарить. К ней маринованные овощи и кусочек мяса либо рыбы, приготовленные со жгучими, но не тёрпкими пряностями – чёрным перцем, имбирём, гвоздикой. Есть зерновые, которые обладают тоже тёрпким, вяжущим вкусом. Это любимая нами гречка и рожь. Потому в весенний период рассматривать эти зерновые как основной источник углеводов не стоит. А ещё, друзья, не следует экономить на горячей воде, так как холодное вызывает спазм. И обязательно занимаемся самомассажем. Поглаживаем, продавливаем, простукиваем себя, усиливаем лимфодренаж. Не было бы эпидемии, сказала бы, побольше обнимайтесь со всеми. Не пускайте в свою жизнь горькую эмоцию скорбь и основную вяжущую – страх.